Сотрудники экспертно-криминалистического отдела Одинцовского управления полиции благодаря своей высокой квалификации могут проводить практически любые экспертизы. Простые и так называемые многообъектные, традиционные, которым относятся, например, почерковеческое или фототехническое, и более сложные, специальные. Самое трудное даже для профессионалов – баллистика и экспертизы, связанные с исследованиями наркотических средств и сильнодействующих веществ. Вы видели, как проводится экспертиза наркотических веществ, что, в общем-то, здесь не только задействованы силы сотрудника, но также и очень серьезная и дорогостоящая техника. Баллистические экспертизы тоже проводятся с использованием скорости мера. Каждый патрон, каждая единица оружия должна проходить особое исследование. Поэтому это затратная достаточно экспертиза по времени. В год отдел проводит от полутора до двух тысяч экспертиз. Личный состав подразделения – 14 человек. Мужчин и женщин примерно поровну. Все работают в одинаковых условиях. В любой момент дежурные эксперты готовы выехать на место преступления и включиться в расследование. Какими качествами должны обладать эти специалисты? Должен быть ответственный человек, жить интересами коллектива, а не только своими. Как любой сотрудник, в общем-то, органов внутренних дел. Всегда хотеть добиться чего-то большего, развиваться в своей деятельности, потому что нельзя останавливаться на каком-то одном рубеже. Надо все время хотеть получать что-то новое. Либо новый допуск, либо какие-то новые знания. Постоянно меняются методики производства экспертиз. То есть, как бы, человек должен развиваться. Действительно, методы проведения экспертиз постоянно совершенствуются. Конечно, отдел межмуниципального управления района оснащен не так серьезно, как головное подразделение регионального главка. Тем не менее, с поставленными задачами полностью справляется. Без эксперта-криминалиста раскрывать любое преступление намного сложнее. Роль эксперта очень велика. Единственное, в последнее время участили случаи того, что люди, не думая о том, что следы на месте происшествия имеют огромную роль и огромное значение в раскрытии преступления, бывают, как бы, уже убираются, нарушают обстановку места происшествия. Убираются, убирают вещи, стирают следы и вещественные доказательства убирают. А вот, конечно, это затрудняет расследование преступления и работу специалистов. Сегодня в работе экспертов-криминалистов все чаще применяются технологии, использующие генетические материалы, даже запаховые следы преступников и подозреваемых. Это не дешево, но очень эффективно. За такими методами будущее. И к этому будущему сотрудники отдела готовы уже сегодня. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.